С лучами солнца обновляется милость Господня, как Слово Божие говорит нам. Слава Господу за Его милость к нам, слава Господу за Его любовь к нам. Он позволил нам быть здесь сегодня. Мы хотим просить благословения на этот день, на это служение. Вот уже неделю многие члены церкви находились в посте, и вот как мы говорили, передавали пост от одной группы к другой группе. Мы находимся в посте, цель этого поста – наше единство, наше приближение Господу, наше приближение друг к другу. Мы хотели бы, чтобы сегодня, и даже просили братьев говорить на тему пост как покаяние, потому что пост – это тоже выражение покаяния, выражение сокрушения перед Богом. Поэтому давайте думать и об этом с этой стороны. Вот пост продолжается в течение марта, он у нас будет проходить, и так вот одни члены церкви будут передавать это другим, такой определенной цепочке. А сейчас давайте мы попросим Божьего благословения на это служение. Великий Бог наш, мы благодарим Тебя за Твою чудную, великую благодать к нам. Господи, это часто превосходит наше разумение, это часто превосходит наше понимание, потому что мы очень часто, даже когда любим, даже когда любим очень сильно, мы очень часто не способны на такие великие подвиги любви, как это сделал Ты. Ты спас нас не потому, что мы были хорошие или красивые или добрые, Ты спас нас потому, что Ты полюбил, Ты увидел нашу нищету, Ты увидел наше несчастное состояние, Ты сжалился над нами, и Ты спас нас. Слава Тебе, Господи, за Твое великое спасение, слава Тебе, что Ты назвал нас своими, слава и благодарность Тебе, Господи, что Ты даешь нам честь не просто быть спасенными, но быть Твоими детьми, иметь близкие отношения с Тобой. В это время, когда мы молимся и постимся Тебе, как Церковь, мы просим, чтобы Ты помог нам осознавать это, чтобы Ты помог нам приближаться к Тебе, чтобы Ты помог нам, Господи, любить Тебя больше. Благослови нас в этом. Мы просим Тебя, чтобы все это служение Ты благословил. Мы хотим, чтобы в этом служении Ты обращался к нам, говорил к нам из Слова Твоего, поэтому благослови проповедь Слова Твоего. Благослови всякое воспевание, восхваление имени Твоего Святого в пении, в музыке. Благослови нас, Господи, помоги, чтобы когда мы будем слушать слова из Слова Твоего, чтобы мы преображались в образ Твой. Поэтому благослови каждого, пришедшего в Дом Твой, благослови тех, кто смотрит или слушает нас через интернет. Мы просим Твоей благодати и милости на каждого. Мы просим, чтобы Ты сам был с нами, изменяя нас, улучшая нас, приближая нас к себе. Тебе слава, Тебе поклонение Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Дорогие друзья, мы стоя выслушаем пение хора, будет в начале пение хора, а мы споем после хора, и после этого будет еще молитва благословения над ребенком. Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, Спаситель, Благодарь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы хотите этого? Вы хотите, чтобы Бог благословил ваших детей? Правда? Знаете, вы в хорошей компании Не только вы хотите благословения для вашей дочери Этого благословения хочет Бог Бог хочет благословлять людей Бог хочет благословлять детей Мы присоединяемся тоже к вам И к этому вашему желанию Мы будем молиться вместе с вами О том, чтобы Бог благословил вашу дочь Знаете, сам Иисус, как я говорил Хочет благословить И Иисус благословлял детей Об этом говорит Писание Посмотрите, в Библии написано так Евангелие от Матфея, 19 глава, 13 стиха Это во время земной жизни Иисуса Посмотрите Тогда приведены были к Нему дети Чтобы Он возложил на них руки и помолился Ученики же возбраняли им Но Иисус сказал Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне Ибо таковых есть Царство Небесное И возложив на них руки Пошел оттуда Вы видите, я не зря говорю, что Иисус хотел благословить Потому что даже тогда, когда ученики Я не знаю, почему ученики не разрешали Мы иногда думаем, что, скорее всего, дети, наверное, шумели Дети есть дети Они любят шуметь Что-то Шум и дети Это что-то такое Что вместе идет Каким-то образом Но, тем не менее Может быть, ученики думали о том Что надо создать более серьезную обстановку для Иисуса Что Вечные истины, которые передает Иисус Они должны быть услышаны И так далее И они, может быть, как-то хотели Создать надлежащую атмосферу И они не разрешали родителям приносить детей А Иисус говорит Пустите детей приходить ко Мне И не препятствуйте им Почему? Потому что Таковых будет Царство Небесное Я правильно прочитал? Потому что есть Царство Небесное И вот здесь у меня возникает тоже некоторые вопросы Мы хотим благословения для детей Мы хотим, чтобы дети были благословены Мы хотим, чтобы дети действительно получали благословение от Господа Мы говорим о том, что сам Господь хочет благословить детей И мы это верим И мы понимаем, что детям уже принадлежит Царство Небесное По Слову Божьему Таковых есть Царство Небесное Здесь написано Однако возникает вопрос Что происходит, когда дети вырастают? Нам хотелось бы, чтобы они продолжали принадлежать Царству Не правда ли? Нам хотелось бы, чтобы они продолжали бы находиться в этом Царстве Небесном Нам хотелось бы, чтобы они продолжали Или чтобы они подчиняли свою волю Воле Царя этого Царства Не правда ли? Нам хотелось бы, чтобы они любили Бога Проще говоря. И здесь, я вижу, уже начинается родительская ответственность. Почему я так говорю? Когда дети вырастают, им самим придется выбрать, в принципе, следовать за Господом или нет. Но от нас, родителей, зависит многое. Зависит то хотя бы, поможем ли мы им в этом или же помешаем. Как мы можем это сделать? Мы можем показать плохой пример. Например, мы можем несерьезно относиться к тому, что поручено для нас Богом. Посмотрите, интересно, в израильском народе есть благословение Аарона. Так благословляйте, написано. Да благословит тебя Господь. Там написано, так благословляйте сынов Аароновых. Ну, можно это отнести не только к сынам Аароновым, может быть. Можно отнести ко всему народу Божьим. Мы сегодня это тоже относим ко всем людям искупленным, детям Божьим. Мы можем сказать, что мы можем так благословлять, да? Да благословит тебя Господь. С другой стороны, посмотрите, там есть «учи». Вот в Таразаконии, 6 глава, там написано так. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». И там дальше написано о том, что мы обязаны учить этому наших детей. Мы обязаны постоянно говорить об этом. И там даже так написано, когда сидишь в доме, когда идешь, когда что-то делаешь, ты всегда должен не уставать говорить об этом. Почему? Почему это важно? Иногда мы думаем, что дети наши сами должны избрать свой путь. И это, да, происходит, и никто этого права у них не отнимет. Но на пути этого избрания находятся сотни советчиков, которые советуют им, ты делай так, ты делай так, ты делай так. И мир не стесняется не просто предлагать, а уже навязывать свою волю. Уже как-то заставлять, чуть ли не под нажимом каким-то заставлять избирать путь следования за миром. А мы, родители, иногда вот в таком состоянии, что как-то оно, ну, скромненько так. Говорим о Боге, но так, чтобы не сильно, да, чтобы не повлиять на их свободный выбор. Знаете, мне кажется, что, может быть, у нас принято вот то, что мы сейчас делаем, называть благословением детей, благословением ребенка. И, по сути, это и есть молитва благословения детяти. Но было бы хорошо, чтобы вместе с этим мы еще как-то по-другому называли. У меня есть предложение. Называть это молитвой благословения детей и молитвой посвящения родителей. Потому что ваш труд никто не сделает. Это не смогу сделать я. Это не смогут сделать проповедники. Это не сможет сделать даже воскресная школа. То, что поручено вам от Бога, святая родительская обязанность этого никто не сделает за вас. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня просили не только благословения на Ариану, но большего посвящения вас, как христиан. Чтобы вы сами любили Бога от всего сердца. Чтобы вы сами принадлежали Ему полностью. Чтобы вы сами во всех вопросах могли показать добрый пример вашим детям. Как вы на это смотрите? Вы согласны с этим? Хорошо. Тогда давайте сейчас помолимся. Я попрошу, чтобы сестра Марина помолилась, потом Андрей помолится, после этого я. А вся церковь будет поддерживать вас и молиться за вас. Господь, мы благодарим Тебя за это воскресенье. Господь, на это служение мы просим Твоего воскресенья на нашу жизнь. Прости, Господь, нас, где мы не таковы. Помоги, Господь, нам быть светом примером для окружающих людей. Помоги, Господь, нам быть светом примером для своих деток, Господь. Дай, чтобы мы могли воспитать их в Духе истинной, чтобы они могли познать путь Твой, Господь. Я Тебя очень прошу, Господь, волосы и деток наших, Господь. Волосы и Викулечку, волосы и Сашеньку, Арианочку, Господь. Я Тебя очень прошу, чтобы Ты их, Господь, вел своей рукой. Храни, Господь, их в этом мире греха и зла, Господь. Дай, чтобы они были здоровы, Господь. Я Тебя очень прошу, Господь, помоги, Господь, нам быть мудрыми родителями, Господь. Дай нам кротости, смирения, Господь, чтобы они видели, Господь, в нас, Тебя, Господь, чтобы они могли также познать, Господь, Тебя и с раннего детства служить Тебе, Господь. Я Тебя очень прошу, Господь, о том, чтобы Ты благословил нас в дальнейшем. Ты знаешь, Господь, сколько нам отмерено жить на этой земле, помоги нам всегда с радостью Тебя ожидать, с чистыми сердцами, Господь, со всей семьей, Господь. Я Тебя очень прошу, будь Тебя всегда рядом с нами, прости, где мы не таковы, мы за все Тебя будем славить и подарить наш Бог. Аминь. Боже, я благодарен Тебя за то, что Ты есть в моей семье, за то, что Ты, Боже, подарил нам ряночку, здоровую и сильную, Боже. Я благодарен Тебя за все Твои благословения, которые Ты даешь моей семье, за все, Боже, что Ты для нас сделал. Я благодарен Тебя, Боже, в моей семье, храни нас, храни нас своей рукой, помоги нам быть примером и светом для наших детей, Боже. И я знаю, Боже, что только Ты нашу опору и защиту. Отчасти, Сын Дух Святой. Аминь. Господь, великий Бог, Творец Жизни, я благодарю Тебя за то, что могу держать на руках это дитя. Это Твой подарок для семьи Андрея и Марины. Я прошу Твоего благословения на это дитя. Я прошу Тебя, благослови Ариану. Благослови ее всяким благословением, Господи. Пошли Твою благодать и милость и охрану Твою. Я прошу Тебя, ограждай ее и благословляй ее и храни ее в Твоей милости. И я прошу Тебя, чтобы Ты послал ей доброе физическое развитие, Господи, чтобы она могла расти и укрепляться. Я прошу Тебя, чтобы Ты послал ей доброе душевное или эмоциональное развитие, чтобы она выросла здоровой. Здоровой и физически, и умственно. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты подарил ей Твое духовное развитие, Господи, чтобы когда придет время, чтобы она полюбила Тебя. Я прошу Тебя об этом, Господи, потому что какой смысл просить о физических благословениях, если духовное не на месте? Поэтому просим Тебя, Господи, чтобы, получая Твои благословения, чтобы эта дитя Ариана могла познать Тебя, чтобы ее участь вечная была с Тобой. Благослови, Господи, просим милости Твоей. Я прошу Тебя также и о благословении родителей. Прошу Тебя, укрепи мать, пошли восстанови ее здоровье, благослови ее, Господи. Благослови Андрея, как главу семейства. Я прошу Тебя, пошли ему благодать и милость Твою. Благослови их, Господи, и помоги им посвящать себя Тебе, Господи. Помоги, чтобы они могли являть добрый пример христианской семьи, добрый пример христиан своим детям. Научи их этому, Господи. Дай им разумение, как это сделать. Благослови, Господи, я просим Тебя, чтобы Твоя благодать была над ними. Пошли им, милость и помощь Твоя. Благодарим Тебя за все, что Ты посылаешь. Благодарим Тебя, что слышишь молитвы наши. Тебя одного славим, поклоняемся Тебе, единого Бога Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Пожалуйста. Поздравляем Вас с рождением дочери. И вот небольшой такой памятный подарок от церкви, чтобы помочь Вам в воспитании Ваших детей, читать им библейские истории, рассказывать им о Боге. Да благословит Вас Господь. Занимайте, пожалуйста, места сейчас служения хора. Занимайте, пожалуйста, места. Благодарим. Занимайте, пожалуйста, места. Благословено имя Твое, И да святится в мечтану. Благословено имя Твое, И да святится в мечтану. Ему я несу разрешение, Маренье мое, Он мне в ответ разуме не дает. Благословено имя Твое, И да святится в мечтану. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Симон «Симон» 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 Что без тебя могу, кем без тебя не быть? Я для тебя живу, чтобы с тобою жить. Там, в вышине небес, ждешь ты меня давно. Скоро приду к тебе, только к тебе Господь. У нас продолжается месяц поста. Я верю, что это будет особенный месяц для каждого из нас. Каждый из нас испытает особые благословения Господа. И он сказал, что цель поста – это наше освящение, наше приближение к Господу, наше очищение. Я думаю, что это желание каждого из нас. Но есть не что-то, что может мешать нам приблизиться к нашему Господу. Я думаю, что мы знаем. Это то, что произошло в Эдемском саду. Грех. Когда Адам и Ева, они духовно умерли. Они упали. Они согрешили. И с того момента грех разделяет человека с Богом. Вот находясь этот месяц в посте и молитве, я бы хотел, чтобы каждый из нас нашел время, сделал это, чтобы пришел к Господу сокрушенным сердцем, чтобы мог раскаяться перед Господом. Псаня нам говорит о том, что если мы говорим, что нет греха в нас, то мы обманываем сами себя, и истины нет в нас. Апостол Ян пишет об этом. Поэтому сегодня тема пост, как покаяние. Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами прочитали буквально несколько мыслей. И мы будем молиться сегодня. Потому что это месяц поста и молитвы. Я бы хотел, чтобы сегодня многие из нас молились. Давайте мы откроем первую книгу Царств. Седьмая глава, шестой стих. Я прочитаю здесь всего лишь один стих. «И собрались в массиву, и черпали воду, и проливали перед Господом. И постились в тот день, говоря, согрешили мы перед Господом. И судил Самуил, сынов Израилевых, в массиве». Это история, когда ферестемляне захватили ковчег Господа. И затем они его вернули к Израилю, потому что они поняли, что с Господом шутки плохи. И их Бог Дагон, Он не может противостоять Господу Израиля. И когда они отправили ковчег Завета обратно, Он пришел в местность. Израильтяне заглянули туда, начали заглядывать. Господь их поразил. Господь наказал их очень сильно. Очень много людей погибло. И мы видим, что пришел Самуил, пророк Самуил. И мы видим, что народ израильский взывал Господу. Он молился и постился. Он просил о прощении. И Господь услышал. Другое место я бы хотел почитать. Это книга пророка Ионы. Это третья глава. «И было слово Господне к Ионе вторично. «Встань и иди, Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена». «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии. И он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепли. И повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, «Чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, но не ходили на паспище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и навел». Еще один пример того, что люди постились и каялись пред Богом. Это неотъемлемая часть, особенно для нас, христиан, друзья. Бог готов был разрушить Ниневию, стереть с лица земли. И когда я читаю вот эту главу, я радуюсь, я восхищаюсь Богом, которому я служу, которого я знаю, которого я исповедую, потому что этот Бог, он Бог любви, он Бог милосердия. Это не тиран, который желает смерти грешников, но наоборот, он хочет, чтобы каждый человек был с ним. И на примере вот этих двух историй я бы хотел, чтобы каждый из нас сегодня проверил себя, задал себе вопрос, в каком сегодня я положении. Может быть, в моей жизни есть то, что отделяет меня от Господа. Может быть, в моей жизни есть то, за что мне нужно прийти к Господу и сказать, Господи, прости, очисть меня. Я хочу быть ближе к Тебе, я хочу приблизиться к Тебе. Господь этого хочет, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас проверил себя, проверил свое сердце. И чтобы мы сегодня, вставшись, склонившись, чтобы мы могли вызвать к Господу. Как эти люди, написано, что они взывали, они вопияли к Богу, чтобы Господь простил их. И сегодня это время для каждого из нас. И пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы не пытались заглушить что-то. Заглушить Духа Святого, который, может быть, нам указывает на те или иные вещи, на те или иные согрешения в нашей жизни. И, может быть, говорит, да это все нормально, это же не такой уж большой грех. Для Бога нету больших и малых грехов. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы, испытав себя, пришли к Господу, принесли пред Его лицо, сложили у Его ног и сказали, Господи, забери ты. И Иисус на кресте взял все наши грехи. Слава Ему за это. Аминь. Давайте мы сегодня будем молиться. Слава Ему за это. 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 Аминь. 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 Слава Ему за это. Аминь. 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 Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Солнце днем меня не породит. Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 Будет участие молодежи, несколько номеров, и потом еще будет проповедь. Звучит песня. Звучит песня. Поправляю с небеса, все я отдаю, все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, весь хочу Христовым быть. Дух предвечный, да, научит знать Христа, Христа любви. Все я отдаю. Все я отдаю. Все я отдаю. Все я отдаю. Боже, храм во мне создай. Благодатью и любовью ум и сердце наполняй. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Занимайте, пожалуйста, ваши места, пока молодежь готовится выйти. Те, кто будет сейчас участвовать, есть такое вот объявление. У кого из вас автомобиль есть Ниссан? Номер 536 HLJ. Ваша машина работает, заведенная. Есть опасность, что она проработает какое-то время. Бензин закончится, и вы не сможете уехать. Останьтесь в церкви. Может быть, я испугал кого-то этим. В церкви, в принципе, не пропадете. Но если у вас есть автомобиль Ниссан, подумайте о том, может быть, его нужно войти и исправить положение. Пожалуйста. Я боюсь привыкнуть, горю другим. Закрываю уши от волнений людских. Я боюсь быть счастлив, когда ближний мой спит в моей парадной на земле сырой. Я боюсь за смехом своих детей, окруженных лаской и славных пепель дней. Не услышать, как заплачет сирота, и погибнет беспризорная душа. Когда видишь горе вокруг себя, Постепенно привыкаешь день ото дня, А потом однажды понимаешь друг, Как с равнодушным ко всему вокруг. Если слышу горе брата или сестры, Равнодушным взглядом отвечаешь ты. Если чат тобой не колет сильно Бог, Значит, безболезно пострадал наш Бог. Как могу я только о себе просить? Как могу я жизнью недовольной быть? Пусть за состраданье горит душа, Только правнодушье не замерзла банан. Когда видишь в горе без слезы других людей, А довенчишь он детей без матерей. Боже, мне так хочется спросить тебя, Почему так любишь ты меня? Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Может, потерял веру, может, стала жизнь серой, Может, опустил ты руки, силы нет идти вперед давно Помни, что Господь с тобою рядом, нужды всех ногами возложи Друг мой, не бойся, не надо, все ты ему расскажи И пусть твой дух в изнеможений, он знает всю стезю твою В ним лит он воплю, не замедлит, избавит душу он твою Пусть душа болит и знемогает Душу враг преследует твой, помни, Господь помогает И обит он воплю, и обит он воплю, и обит он милость свою И зли пред ним твое моленье Пусть твой дух в изнеможений, он знает всю стезю твою В ним лит он воплю, не замедлит, избавит душу он твою Избавит душу он твою Аминь Дорогие братья и сестры, слава Богу, что через пять лет Мы снова могли увидеться с вами Я вижу, как изменились вы внешне Кто-то постарел, кто-то помолодел Вижу, как изменилась церковь ваша Бог вас благословляет И особенно я благодарен Богу, что могу участвовать в этом служении Служении, в котором мы размышляем о важной теме Пост и молитва Пост как знак покаяния Когда ваш пастор попросил меня проповедовать на эту тему Я стал перебирать в уме библейские повествования на эту тему И пришел к выводу, что самой выразительной иллюстрацией Этой темы является пост покаяния, описанный в книге пророка Ионы Брат уже прочитал, и он облегчил мне эту задачу Пост неневитян был примечателен пятью важными характеристиками И для нас, ищущих Божьего благословения, ищущих освящения Ищущих полноты Духа Божия Очень важно знать эти характеристики Чтобы они стали частью нашего поста Итак, у нас открыта третья глава книги пророка Ионы И я хотел бы отметить первую черту Настоящего покаянного поста Она заключается в том, что такой пост должен быть соединен с верой в Божий гнев Пятый стих И поверили ни невитяне Богу И объявили пост Братья и сестры, гнев Это естественная реакция Бога На грех и неправду людей Вы знаете, Божья реакция всегда связана Не только с Его неудовольствием Но и непременно с Его наказанием Так, мы знаем с вами Божья реакция на грех Адама и Ева Выразилась в том, что Он Изгнал их из рая Они были обречены вести очень сложную жизнь Жизнь борьбы за существование Они должны были умереть в конце концов Это было результатом Божьего наказания за грех Вы помните, как был ужасно наказан допотопный мир? Вы помните наказание Содома и Гаморы? Вы помните наказание израильского народа Сорокалетним блужданием в пустыне? Это были реакции Божьей на грех неверия? Вы помните наказание Давида за прелюбодеяние? Помните наказание Израиля за идолопоклонство в Вилонский плен? Если мы посмотрим на историю человечества Фактически это история проявления Божьего гнева Почему нам нужно знать Именно о Божьем гневе? Дело в том, что мы не сможем по-настоящему покаяться Если мы не поймем Какую рану сердцу Бога мы наносим нашим грехом Мы не сможем по-настоящему покаяться Если нам не будет открыта Бездна греха И ужас погибели, в которую грех веден У неневитян все началось С веры в Божий гнев Когда Иона стал провозглашать в течение сорока дней Что Неневия будет разрушена Мы прочли с вами Неневитяне поверили Богу Подумайте вот о чем Иона не проповедовал Евангелие Иона проповедовал Божий гнев И этой вести неневитяне поверили И я хочу сказать, что их вера в Божий гнев Не вписывается ни в какие миссионерские каноны Во-первых Им было сложно уверовать в весть Ионы Потому что они прекрасно видели Иона их не любил Он не желал их спасения Вы знаете, Ион еще был маленьким ребенком Когда ассирийские войска Или неневитяне Нападали на Израиль И в его детском сознании Отложились вот эти картины зверства Причиняемые неневитянами его народу И вы знаете, что то, что человек Запомнит в детстве Он запомнит это на всю жизнь К тому же Иона был воспитан В законе, который говорил Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего Поэтому для него исполнением закона Была проповедь о гневе, о ненависти И удивительно Что когда люди слушали этого проповедника В голосе которого не прозвучала ни одна нота любви и сострадания Они его не отвергли Они К великому счастью поверили Что заслужили Божий гнев за свои злодеяния Во-вторых, братья и сестры Жизненный опыт неневитян Тоже не способствовал Их вере в Божий гнев Казалось Уж кого-кого А их Бог любит Потому что Они одерживали победу за победой Ассирия была могущественной империей Воины были храбрые и умелые Полководцы были достаточно продвинутые Потом вы знаете, что этот город, в котором они жили Был особенный Стены 20 метров высоты С большими запасами продовольствия Воды на все случаи жизни Ну как поверить о гневе Божьем Когда у них всегда все было хорошо И они одерживали непрестанные победы И более того, они одерживали победу над Израилем К тому же У неневитян были свои духовные наставники Свои пророки И их пророки И их священники Не говорили им о какой-то опасности А вот Бог Израиля Которого представляла Иона Был для них чуждым Богом Он не входил в число их богов Из какой стати они должны верить этому жиду Который проповедует им Божий гнев Так что, вы знаете, удивительно Что неневитяне отказались верить Своему могуществу Своему славному прошлому Они поверили в невозможное Что именно они Являются объектом Божьего гнева Они поверили, что другого они не заслужили И что Бог силен Эти угрозы Превратить в исполнение Братья и сестры, вы знаете Людям сегодня очень трудно поверить В Божий гнев Очень сложно Они считают себя хорошими людьми Продвинутыми В науках, искусствах, в экономике Как и так Бог будет на меня гневаться? Чем я его обидел? Что я ему плохого сделал? Люди не верят в то, что говорит Слово Божие О его гневе Бог сказал Дерево, не приносящее доброго плода Срубают и бросают в огонь Или если вы помните А я надеюсь, что вы помните Послание Галатам 5 глава 19-21 стихи То там ясно сказано Я прочту Дела плоти известны Они суть Прелюбодеяния Блуд, нечистота Непотребство Идолослужение Волшебство Вражда Ссоры Зависть Гнев Распли Разногласия Ересь Ненависть Убийство Пьянство Бесчинство И тому подобное Посмотрите Разные грехи Перемешаны Здесь нет Градации Это вот очень серьезные Это не очень серьезные Ну допустим Ссора Зависть Кто считает Это серьезный За серьезный Грех Или Разногласия Конечно Все согласятся Убийство плохо Пьянство нехорошо Но эти грехи И посмотрите Что Павел Говорит Предваряю вас Как и прежде Предварял Что поступающие Так Царствие Божие Не Наследует Никита Хрущев Помните Такой персонаж Был В российской истории Сказал Бог меня не накажет Потому что Хороших дел У меня больше Чем плохих Человек Который подписывал Смертные приговоры С сотням людей Считает Что Его хороших дел Достаточно Чтобы все эти Преступления Покрыть Братья и сестры Будем помнить Мы заслужили Божий гнев И поэтому Наше покаяние Оно должно Быть связано С осознанием Этого факта Вспомните Такие библейские Истории Как Уже было Это упомянуто Из чистого Любопытства Израильтяне Решили заглянуть В ковчег Что там Результат 50 тысяч Покойников Или Оза Наклонился Ковчег И он решил Его поддержать Но он не имел Права на это Он же не был Левитом Священником Но душа У него была Добрая Святость Божию Наружил Смерть Божий гнев Братья и сестры Нас бы Сто раз Надо было бы Убить Мы Заслуживаем Божий гнев Это та точка От которой Начинается Наше покаяние Вторая Черта Покаянного Поста Покаянный пост Должен быть Связан Со смирением И оделись Во вретище От большого Из них До малого Читаем мы Покаянный пост Был движением Души Народа Народ Понял Что Тогда Когда Должен Излиться Божий гнев Не время Ходить В удобной Красивой Одежде Не время Ублажать Себя Барбекю Не время Умощать Себя Чудесными Благовониями Не время Сидеть В театре Или перед Телевизором Не время Болтать О погоде И о ценах На рынке Время Сломать Свою Гордыню Время Плакать О грехах Смирение Должно Быть Видимым И для Бога И для Людей Вот это Чрезвычайно Скромная Одежда Грубая Одежда Она Показывала Что Неневитяне Скорбят О своем Грехе Отказ От пищи Свидетельствовал О том Что Неневитяне Переживают За свои Поступки И смирился Не только Простой Народ Собственно От которого И пошло Пробуждение Это Пробуждение Не было Организовано Сверху Указом Ассирийского Царя Народ Повелеваю Пробудиться Нет Это Пробуждение Возникло Снизу От Какой-то Группы Вавилонян И вот Оно Передалось Потом Наверх И мы читаем Как Смирился Царь Ассирийский Это Слово Подошло До Царя Неневии Он Встал С престола Своего Снял С себя Царское Облачение Своё Оделся Во Вретище Сел На Пепли Повелел Провозгласить Сказать В Неневе От Имени Царя И Вельмош Его Чтобы Ни Люди Ни Скот Ни Волы Ни Овцы Ничего Не Ели Не Ходили На Пастбище И воды Не Пили Чтобы Покрыты Были Вретищем Люди И Скот Царь Освобождает Свой Трон Он Как бы Говорит Богу Я не Достоин Занимать Этого Место Сейчас Не Время Демонстрировать Своё Могущество Раздавать На Правые И Налево Указы Не Время Впечатлять Придворных И Послов Своей Роскошной Одежды Изысканными Кушаньями Время Сидеть В рубище И На Пепле Вы знаете Это Внешняя Демонстрация Смирение Была Необходимо Покорную Голову Меч Не Сечет Говорит Русская Пословица Бог Обращает Внимание Именно На Эти Детали Они Для Бога Важны Третья Черта Покаянный Пост Должен Быть Связан С Молитвой Об этом Читаем Восьмом Стихе И Крепко Вопияли К Богу Вы знаете Пост Без Молитвы Лечебное Голодание Царь Призвал Свой Народ К Серьезной Молитве К Молитве С Воплем Это Это было Очень важно Этот Вопль Должен Показать Богу Полнейшую Сокрушенность Народа И царя И вы знаете К подобной Молитве Прибегали Пророки Псалмопевцы Вы помните Как часто Как часто В псалмах Упоминается И вопль Мой К тебе Да Приидет Братья Сестры Мне кажется Что церковь Потеряла Голос Современная Церковь Мало Кто Вопьет К Богу Вы помните Вопил К Богу Ездра Вопил Даниил И даже Самый лучший Самый Великий И славный Иисус Христос И тот Не обошелся Без молитвы Без Вопля И конечно У нас вопрос Братья и сестры О чем же должен Молиться Постящийся Человек В чем Смысл Вот этого Поста Как молитвы Мне думается Если мы заглянем 50-й Псалом Очень бегло Мы увидим Там основные Пункты Прошений Человека Который Который Пастится И хочет Духовного Восстановления 50-й Псалом Вы знаете Был написан После тяжелого Падения Давида И удивительно Обратить внимание О чем Просит Бог Этот человек Во-первых Он просил Бога о милости 4-й стих Многократно Мой меня От беззакония Моего И от греха Моего Очисти Меня Во-вторых Он молился О том Чтобы Господь Дал ему Чистое сердце Он просит Бога о том Чтобы Бог дал ему Радость 10-й стих Дай мне услышать Радость и веселье Он просит Бога о том Чтобы у него У Давида Были восстановлены Отношения Со Святым Духом Не отвергни Меня от лица Твоего 13-й стих И Духа Святого Не отними От меня В 16-м стихе Он просит Чтобы Господь Избавил Народ От Вот Плохого Примера Который он Царь ему Показал Избавь меня От кровей Божьей Давид переживал Что Увидев Его плохой поступок Люди скажут И нам Так можно Он переживал Что этот Поступок Враги могут Взять Поводом И поднять Вооруженный Мятеж Против него Поэтому он молит Господи Минимизируй Последствия Моего греха И что очень важно Этот грешник Молился Что Бог дал ему Служение Посмотрите Господи Отверзи Уста Мои И уста Мои Возвестят Хвалу Твою Когда мы Говорим Что признак Покаянного Поста Это молитва Но тогда Вот Эти Темы Молитвы Они должны Стать И Нашими Темами Поверьте Братья и сестры Без молитвы Нам сложно Решить Проблемы Греха Сложно Решить Еще Какие-то Житейские Духовные Проблемы Я вспоминаю Пришлось Мне Беседовать С одним Человеком И он Рассказывал Мне о Своем Прошлом Такая Откровенная Была У нас С ним Беседа И он Говорит Знаешь Я был Наркоманом Ну Погибал И вот Господь Через Одну Простую Женщину С которой Он Где-то Пересекся Через Эту Простую Женщину Господь Открыл Ему Евангелие Он Стал К ней Приходить Она Такая Знаете Бабушка Ну Общительная Она Ему Объясняла Евангелие И вот Он Покаялся От Этой Женщины Он Говорит Бог Меня Освободил От Греха Наркомании Но Вот Один Грех Остался Он Говорит Я Любил Заходить На сайте На сайты На которые Ни один Порядочный Мужчина Не должен Заходить Но Когда Я Покаялся Я Понял Что Это Зло Но Как Отстать От Этого Зла Я Просто Не знал Мне Было Стыдно Кому-то Поделиться И вот Что Я Сделал Он Назначил Для себя День Поста Причем Сухого Поста Ни хлеба Не ел Ни воды Не пил И Он Говорит Я Каждый Час Вернее В начале Каждого Часа Я Преклонял Колени И Просил Бога Избавить Меня От Этого Зла На Протяжении Всего Дня Многократно В посте Он Просил Бога О свободе И он Говорит Что после Этого Как он Пропостился Весь День У меня Уже Не было Никакой Тяги К этому Злу Пост Пост Должен Будь Связан С Молитвой Четвертое Покаянный Пост Должен Быть Связан С Обращением От Злых Дел И Чтобы Каждый Обратился От Злого Пути Своего И Относили Рук Своих Обратите Внимание Что Особенно Два Греха Невитян Подчеркнуты В этом Тексте Первый Грех Это Своеволие И Второй Грех Насилие Каждый Обратился От Злого Пути Своего Пророк Исаия Говорит Что Все Мы Блуждали Как Овцы Каждый Собратился На Свою Дорогу У Каждого Человека Своя Стизя Греха Свои Особенные Греховные Привязанности Своё Своеволие И Вот Очень Важно Чтобы Этот Грех Был Оставлен Чтобы Человек Уже Жил Не По Своей Воле Не По Своим Желаниям Но По Воле Господней Вспоминая Одного Брата Он Покаялся И Господь Много Поработал Над Ним Он Обращается Ко Мне Говорит Виктор Семенович Вы Вы Знаете Я Заканчиваю Театральный Институт Я Всю Жизнь Мечтал Быть Актером А как Вот Я Теперь Верующим Стал Диплом На днях Получаю Можно Мне Работать В Театре Я Не Знаю Какой Совет Вы Дали Братья Сестры Но Я Видел На тот Момент Что Он Так Желал Стать Актером И Если Я Ему Сказал Нет Нельзя Он Бо Меня Скорее Всего Не Понял И Тогда Я Зашел С другой Стороны Я Говорю Знаешь Дорогой Брат Есть Несколько Моментов Которые Будут Тревожить Твою Совесть Во Первых Совесть Тебя Может Подгрызать Что Ты Помогаешь Людям Убивать Время Ведь Далеко Не все Пьесы Они Ну Нормальные Служат Какому-то Возвышению Души И Вот Когда Ты Будешь Играть Эту Роль Совесть Будет В конфликте С твоей Новой Жизнью Во-вторых Ты Не Можешь Все Роли Играть Потому Что Есть Роли Которые Не Соответствуют Твоему Христианскому Характеру Так Что Имей Ввиду Эти Две Проблемы Ну Он Радостно Ушел Пастор Ему Не Запретил Потом Мы Буквально Через Месяц Встречаемся Я Говорю Ну Как Володя Дела У тебя В театре Он Говорит Я Сейчас В детском Доме Работаю Воспитателем Он Понял Он Понял Что Есть Моя Воля А Есть Воля Божия И Эти Воли Они Никак Не Совмещаются Нужно Обратиться От своих Стандартов От своих Представлений О жизни От своих Планов И Нужно Спросить Боже Что Ты Хочешь От Меня И Второе Мы Читаем Насилие От Насилия Рук Своих Братья и Сестры Всем Нам Нравится Доминировать Конечно Никто Из Нас Не Дерется Это Понятно Мы Все Так Баптисты Дорогие Друзья Как Нам Хочется Свою Волю В Жизнь Продвинуть И Мы И 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 Если Мы Хотим Реально Каяться Если Мы Хотим Чтобы Наш Пост Им Силу Нам Нужно От Всякого Давления На Людей От Всякой От Всякой Манипуляции Людьми Нам Нужно Освободиться Мы Не И Мы И И Ни Ни На Какое Принуждение Ни На Какое Насилие Церковный Совет Имеет Право Бог Им Дал Такие Функции Кого На Замечание Кого Отлучать Но Мы С Вами Мы Должны С Вами Поступать По Иному Вы Знаете Подобное Обращение Закей Продемонстрировал У него Было Насилие У него Были Свои Пути Но Когда он Услышал Проповедь Христа Он сказал Господи Я Я Половину Умения Моего Раздам Нищим И Кого Обидел Раздам Вчетверо И вот Когда он Принял Это Решение Когда он Его Озвучил Господь Сказал Истинно Пришло Спасение Дому Сему Ибо И он Сын Авраама Настоящий Пост Должен Быть Связан С Отказом От Наших Путей От Нашего Своеволия От Нашего Насилия Вспоминая Историю Обратился Господу Один Человек Который Был Закройщиком По Коже Он Шил Там Разные Изделия И вот Он Покаялся И Покаяние Решило Многие Проблемы Но Одну Проблему Тут же Подняло Проблема Его Прошлой Жизни Дело В том Что Он Так Умело Кроил Кожу Что Оставались Кусочки И он Эти кусочки В кармашек Уносил Домой А дома Шил Обувь Детскую Там Очечницы Ну и Другие Такие Вещи И И вот Тут Совет И призовет Тебя Тебя Посадят Ну Совсем С ума Сошел А он Молится Господи Что я должен Делать Ну Господь Настойчиво Так Нежно Ты должен Сказать Об этом Своему Хозяину И вот Он приходит На работу Идет В кабинет Своего Начальника Конечно Переживает Это Это же Непросто Зашел Хозяин Как-то Сразу Увидел Что Человек Волнуется И он Говорит Ну Скажи Что У тебя На сердце А Кожевин Говорит Вот Именно На сердце Я Пришел Сказать Вам Что Я Вор Ты Вор Что То Не Похоже На Тебя Ну Да Я Вор Вот Я Так Кроил Все Эти Вещи Чтобы Оставались Кусочки Я Их Брал Дом Из них Шил Изделия Продавал На рынке Вот Тем И Кормился Хозяин Задумался И Говорит Ну Как Ты Думаешь Насколько Ты Наворовал Он Говорит Ну Точно Не Могу Сказать Но Не Менее Чем На Две Тысячи Марок Хозяин Задумался Потом Открывает Ящик Стола Отсчитывает Деньги На Тебе Вы Меня Не Поняли Это Я Вам Должен Две Тысячи Марок Отдать А Хозяин Говорит Нет Я Знал Что У Тебя Семья Большая Я Платил Тебе Мало Я Тебе Должен Возьми И Сними С Меня Этот Грех Приходит Этот Человек Домой И Говорит Жена Не Поверишь За То Что Я Признался Что Я Вор Мне Дали Две Тысячи Марок Тогда Жена Говорит Ну Только Твой Бог Мог Это Сделать Время Идет Однажды Хозяин Его Зовет И Говорит Слушай Я Вот Вижу Какой Ты Радостный Ходишь Счастливый А У Меня Знаешь Сколько Греха На Душе Не Мог бы Ты Объяснить Мне Как Вот Получить Эту Радость Которую Имеешь Ты И Конечно Этот Кожевенник Ему Все Объяснил Подумайте Какое Важное Значение Имело Для Него Отказаться От Того Что Он Делал В Прошлом Повиниться И Тогда Его Жизнь Стала Действительно Сияющей Наполненной И Последнее Покаянный Пост Должен Быть Связан С Жаждой Спасения Девятый Стих Кто Знает Может Быть Еще Бог Умилосерен Отвердится Отвратит От нас Пылающий Гнев Свой И Мы Не Погибнем Обратите Внимание Неневитяне Не впали В Фатализм Они Не Сказали Ну Раз Пророк Нам Говорит Что Мы Погибнем Ну Пусть Будет Что Будет Погибнуть Значит Значит Погибнем От Судьбы Никуда Не Уйдешь Нет Вот Так Они Не Размышляли Они Желали Примирения С Богом Кто Знает Может Быть Мы Еще Не Погибнем Бог Помилует Нас Они Желали Быть Спасенными От Божьего Гнева И Также Они Я Вижу Не Впали В Обиду Они Не Ориентировались На Отношение Иона К ним Что Вот Этот Еврей Нам Проповедует Божий Гнев Он Не Скрывает Своего Отвращения К Нам Братья Сестры Как Многие Люди Увы Находят Предлог Не Каяться Из-за Проповедников Проповедник Не Такой Поэтому Не Хочу Я Каяться Действительно Бывают Неудачные Проповедники Мне Об Одном Рассказывали Он Сильно Затянул Проповедь Один Слушатель Говорит Ну Все Я Видел И Как Люди Кашляют И Как На Часы Смотрят Но Чтобы Часы Куху Подносили Такого Я Еще Не Видел Так Братья Сестры Бывают Неудачные Проповедники Но Я Хочу Сказать Обращайте Внимание Не На То Как Человек Проповедует Обращайте Внимание На То Откуда Он Проповедует Что Он Вам Читает Он Вам Читает Божие Слово Поэтому Верьте Этому Верьте И Пожалуйста Стрем Стремитесь Убежать От Божьего Гнева Не Смиряйтесь Если Грех Где-то Взял В Вашей Жизни Власть Стремитесь К Жизни В Боге Как Стремились Ниневитяне Боже Я Не Хочу Гибнуть Боже Я Не Хочу Ити В Преисподнюю Боже Я Хочу Жить Всегда И Вы Знаете Мы Прочли С Вами Когда Бог Увидел Их Жажду Жить Жить Праведно Жажду Избежать Божьего Гнева Бог Отвращает Свой Гнев Бог Дает Свою Милость Я Бо Очень Хотел Что Бог Дал Нам Милость Всем Молящимся Всем Постящимся Чтобы Вот Этот Знак Покаяния Пост Мог Снизвести На всех Нас Божью Благодать Давайте Помолимся Благодарю Благодарю Аминь Благодарю Продолжение следует... 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 Продолжение следует...